Эти яркие скамейки для ЗАСовской школы сделали ученики. Уроки технологий помогают не только приобретать навыки, но и благоустраивать школьный двор. Сначала ребята оформили инсталляцию в честь юбилея Победы, потом взялись за карандаши. Идея появилась сначала, ну это, наверное, замдиректора идею подал Ольга Анатолиевна Рудос, да, она. Потом подхватили ее и говорит, как, Николай Александрович, можно ее? Я так подумал, да и дети помогут, наверное, и можно, можно, и потихонечку мы сделали. На этих станках школьники изготавливают и более сложные изделия, например, огромные шахматы. Теперь на переменах можно и конем походить. На этой доске очень интересно играть, большие масштабы, и сама игра очень интересная. Я благодарна тому, что есть такая большая доска, кто ее сделал. В Абинском районе мы ездили на соревнования, я побеждала раза четыре, потом одна ничья и один проигрыш получается. Можно сказать, хорошо сыграла. Задумка давно была, но чтобы ее осуществить, как бы, ну, нужно было немного, так сказать, толчок, не толчок, сложно сказать, ну, так вот. И мы начали эту всю жизнь производить, дети помогать, взяли с удовольствием, даже девочки у меня коня выпиливали там. Те, кто помладше, смастерили модели военной техники. И вполне возможно, что из ЗАСовской школы выйдут будущие конструкторы и дизайнеры. Уже сегодня их работы не остаются без внимания. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.